8 июня журнал QS опубликовал ежегодный рейтинг лучших университетов мира и впервые КФУ продвинулся сразу на 100 пунктов. Попал в 8 предметных рейтингов QS, заняв там сильные позиции. Стоит отметить, что российские вузы в этом направлении предметных рейтингов присутствуют только второй год подряд. В предметный рейтинг попала физика и астрономия, которая заняла позицию с 351 по 400 место. Рейтинг складывается из трех основных составляющих. Это академическая репутация, репутация работодателей и цитирование на одну публикацию. Из этих критериев и складывается единая оценка вуза, который составляет данный рейтинг. Рейтинг QS влияет также академическая репутация работодателя. То есть не все, но академическая репутация это прежде всего как нас знают. Это опять-таки статьи, это выступления на конференциях. И это прежде всего задача для того, чтобы мы публиковали наши результаты в журналах, то что называется Q1 или первой топ-квартили. Вот это задача. Количество публикаций Института физики 2013 года возросло в два раза. В этом году, вот на данный момент, по данным библиотеки, сотрудниками Института физики, значит, 495 статей за 16 год. Больше, чем в два раза, ну примерно в два раза, да. Мы, значит, за 14, 15, 16 год увеличили число публикаций. Вот у Казанского университета есть крупный телескоп с диаметром зеркала полтора метра, установленный в Турции. И это один из крупных университетских телескопов в России. И больше ни у кого в России нет таких телескопов, вынесенных за пределы России. А это означает, что нам доступны участки неба к югу, в южной части неба, которые недоступны другим телескопам других университетов. Преимущество наличия нашего телескопа и установленного вместе с хорошим астроклиматом привели к тому, что нас, Рашид Олегович Сюняев, наш выдающийся астрофизик российский с мировым именем, привлек к задачам участия в международных проектах орбитальных обсерваторий. Несколько работ, которые обобщают результаты не только нашей группы, но и других групп. И в частности, результаты нашей группы вошли в так называемый каталог скоплений галактик спутника Планк. И вот эти работы оказались очень цитируемы, их продолжают цитировать во всем мире. Стоит отметить, что в 2018 году ученые Института физики примут участие в наземном наблюдении за спутником. Спутник спектр Генгамма будет запущен в 2018 году в сентябре. Как раз его задача будет сканировать все небо. В течение четырех лет будет сделано восемь сканов по полгода, скан всего неба. Там будут установлены две рентгеновские обсерватории. По своим возможностям наш телескоп Казановский университет, наверное, является самым оптимальным для решения этой задачи. И мы сейчас готовим молодые кадры, потому что там будет огромный поток данных из Рентгеновской области идти, и надо будет успевать его обрабатывать. Институт физики Казанского федерального активно сотрудничает не только с институтами внутри ВУЗа, но и с компаниями, для которых они проводят исследования. Наши коллеги из института занимаются, скажем, непосредственно с институтом фундаментальной медицины. И здесь это нормально, это надо делать, на сотрудничестве надо работать. И вот всегда найти вот этот баланс свое, предметный рейтинг физико-астрономия, работать с кем-то, и плюс прикладные исследования, вот это очень тяжело найти вот этот вот правильный баланс, который должен быть у нас в данный момент. Одна из самых главных задач, как правильно вот в имеющихся условиях того, что вот мы рядом имеем, то, что мы имеем сейчас, правильно найти все вот направления, в которых мы должны работать.